Здравствуйте, уважаемые коллеги и партнеры компании E-Markets. Меня зовут Артем Звездин. По традиции для вас я сделаю анализ рынка с точки зрения ВСА, с точки зрения Price Section. Рассмотрим валютные Forex пары, золото и, конечно же, биткоин. В описании к этому ролику находится ссылка на полный выпуск, где я также рассматриваю российский рынок, рассматриваю фьючерс рубля, нефти и так далее. Если вас эти инструменты интересуют, переходите, смотрите полный выпуск. Ну что ж, поехали. Евродоллар пробил верхнюю границу огромного-огромного флета, и это очень хорошо. Он дошел до цели 111-415, и видим, как в рынках появилось очень много объема. Следующая неделя будет решительной для данного инструмента, и в случае, если рынок побьет область 110-360, это откроет дальнейшее, конечно же, движение в области практически лоев, а именно 108-760. Конечно же, в случае, если мы пробьем диапазон 111-415, после последующей коррекции можно будет покупать данный инструмент. На данный момент в рынках достаточно мощные быки и недостаточно сильные медведи. По этой причине на следующей неделе все-таки более вероятно дальнейшее движение вверх, но ориентируйтесь на эти уровни, которые я вам обозначил. Грубо говоря, вот сейчас у вас есть агрессивные входы, да, это, соответственно, ну, по сути дела, с существующих уровней. Хотите более консервативно заходить, отслеживайте эти уровни, смотрите, что там сделает цена. В случае, если мы пробиваем один из уровней, даем откат, даем, соответственно, коррекцию к этому уровню, заходите прямо, собственно говоря, в эту коррекцию. Фунт. Что касается фунта, вот здесь комментировать ситуацию по фунту мне достаточно сложно, дамы и господа. У нас резко увеличивается волатильность на фоне сильных быков и сильных медведей. Мы дошли до уровня 1.23.881, и как у нас сейчас, у нас сейчас вот происходит такая вот достаточно волатильная пила. Все это на самом деле очень опасно в данном инструменте, поскольку, вероятнее всего, может нас запилить к чертовой матери такой волатильной пилой. Я это говорю к тому, что мы сейчас можем делать, конечно, анализ по фунту, но имейте в виду, что фунт вас, скорее всего, запилит. Поэтому по этой причине здесь говорить о конкретных целях очень-очень сложно. На прошлой неделе я говорил вам о том, что не стоит продавать почку, чтобы зарабатывать на продажах фунта. Здесь я могу сказать то же самое. Не стоит пока что продавать почку, чтобы зарабатывать, в принципе, вообще на фунте. Пусть он поживет хотя бы недельку-другую своей жизни. Йена. Всю неделю мы спекулировали в рамках баланса, который образовался на данном инструменте, и вы могли зарабатывать в рамках этого большого флета. В общем, у нас сейчас мы работали, так сказать, по сценарию, но сейчас у нас произошел резкий пролив вниз и резкий взлет вверх. Все это называется, конечно же, ложный пробой. Здесь ситуация, конечно же, достаточно спорная, как и по паре евро-доллар. В случае, если мы пробиваем диапазон на 107.828, можно ожидать, конечно же, последующей коррекции с движением вверх. Цель нашей покупки, конечно же, 109.110 и 110.291. А в случае, если мы не сможем пробить данные области, можем, конечно же, торговаться в рамках данного баланса. То есть, уловите сейчас логику. У нас внизу ложный пробой. Ложный пробой обычно торгуется в обратную сторону, то есть в сторону верха. Но мы сейчас находимся на хаях. И по этой причине мы не можем сейчас взять и покупать данный инструмент, потому что мы будем покупать дорого. В случае, если рынок, конечно, даст определенную коррекцию, но поскольку мы находимся во флете, эта коррекция как бы нам не спасет. Поэтому я вам все-таки рекомендую в понедельник, вторник дождаться, что рынок сделает. Пусть он немножко проторгуется, немножечко появится история для того, чтобы его проанализировать, понять, что в принципе рынок хочет и куда он хочет пойти. И тогда уже торговать данный инструмент. Астралиец. А по астралийцу стал формироваться глобальный такой треугольник. И эта вся ситуация указывает на дальнейшее движение вверх. Если смотреть на дневки, мы смогли пробить достаточно мощный уровень. И это уровень коронавирусного падения. Все это, конечно же, говорит о том, что в рынках у нас очень много покупателей и очень много оптимизма. Но имейте в виду, что уровень 0.666.38 достаточно мощный для данного инструмента. Я вам напомню, что в январе мы обозначили этот уровень как очень мощный для данного инструмента. И я тогда еще тогда сказал, что если мы пробиваем данный уровень, то у нас действительно происходит ЧП. Это ЧП у нас и произошло в связи с коронавирусным падением. Ну вот сейчас мы вернулись, так сказать, назад через V-образный разворот и подходим к нему с обратной стороны. А по этой причине на следующей неделе можно ожидать небольшой коррекции чисто технически с последующим дальнейшим движением вверх. У нас все равно остается в рынках быки, остается очень много позитива. Цель коррекции это диапазон 0.66.120 и, конечно же, 0.65.363. Цель покупки это диапазон 0.67.444. Канадец. Вы просили меня сделать анализ канадца. Мы пробили нижнюю границу флета и рынок ушел в некую пилу. Конечно, чисто технически на данный момент происходит РТ с обратной стороны. Если говорить в целом, нужно иметь в виду, что объемы сейчас увеличиваются на фоне отсутствия дальнейшего движения вниз. Все это, конечно же, свидетельствует о том, что в рынках у нас засел достаточно мощный покупатель по инструменту, которого не смогли сразу поглотить. А, коллеги, мы видим, как в пятницу рынок резко развернулся вверх на повышенном объеме с огромным хвостом. Все это, конечно же, указывает на то, что в рынках, помимо лимитных покупателей, у нас также есть еще и инициатива покупок. А, ожидая дальнейшего роста к диапазону 1.39-10.18, здесь уже, конечно же, нужно будет сделать новый анализ, но вполне вероятно, мы пойдем и дальше вверх. Но еще раз говорю, здесь нужно будет делать новый анализ. Перейдем теперь к золоту. По золоту стало происходить накопление, но после накопления рынок резко выстрелил вниз и резко выстрелил вверх. В общем, дамы и господа, имейте в виду, что вот я когда говорю, ребята, не торгуйте золото, я имею в виду вот именно это. В золоте всегда очень много разводника, очень много вот таких вот действий, когда выбивают людей по стопам. Это абсолютно нормальная логика золота, оно так торгуется. Но в целом, если мы посмотрим на золоте, несмотря на вот этот вот вынос, да, у нас происходит некое накопление. Напомню, у нас сейчас, конечно же, происходит в рынках такое столкновение крупных денег и последующее накопление. Конечно же, дальнейшее движение мы все-таки ожидаем в диапазон 17.80. Прямо сейчас вы можете наблюдать по золоту момент накопления позиций за счет резкого выноса и развода толпы на стопы. Следим за данным инструментом и в случае пробоя уровня 17.37 встаем в позицию с последующей покупкой. Перейдем теперь к биткоину. Рынок начинает зависать в рамках глобальных уровней 9.500 и 8.600. Данные уровни являются для данного инструмента очень значимыми. В случае, если рынок пробьет 9.500, ожидаем дальнейшего движения вверх в область 9.700 и 10.000. В случае, если рынок все-таки пробьет середину диапазона 9.000, то дальнейшее движение в область 8.600. После так называемого халвинга рынок находится в некой неопределенности и в неком уровне баланса. Поэтому может он, конечно же, немножко вырастать и немножко падать. Уровни я вам обозначил, что с ними делать, я думаю, вы прекрасно понимаете. Продаем от верхней границы, покупаем от нижней границы. Спасибо за внимание, до встречи на следующей неделе. Зарабатывайте!